РЕСТ. Что такое РЕСТ? Что значит построить РЕСТ в службу? Что значит воспользоваться РЕСТ сервисом? Это видео именно об этом. Оно даст вам некоторое понимание. Итак, РЕСТ. РЕСТ это аббревиатура Representation State Transfer или по-русски передача репрезентативного состояния. Некоторые говорят, что РЕСТ это архитектурный стиль. Я бы сказал по-другому. Это скорее всего ряд ограничений, которые мы накладываем на систему. Какие это ограничения? Первое из них это клиент-сервер. То есть, рассматриваемая система должна быть построена по принципу клиент-сервера. Данное ограничение поддерживать слабую связь между клиентом и сервером. Клиент, когда делает некоторый запрос на сервер, он абсолютно не знает, каким образом сервер обработает этот запрос. Сервер может сделать еще несколько запросов другим сервером, чтобы обработать запрос. С другой стороны, сервер также ничего не знает о том, что будет делать клиент, что он намеревается здесь сделать с данными, которыми он ему передал. Если, конечно, клиент не захочет, чтобы сервер об этом узнал. Следующее ограничение это Stateless. Должен использоваться механизм коммуникации между сервером и клиентом без сохранения состояния. То есть, каждый запрос, который делает клиент, должен рассматриваться сервером отдельно. В целом, это значительно улучшает масштабируемость. Именно благодаря этому ограничению мы можем наблюдать расцвет функциональных языков. Следующее ограничение это Uniform Interface. Это ограничение указывает, что должен быть общий интерфейс для коммуникации между клиентом и сервером. Должна быть некоторая единая форма, единый подход. Также данное ограничение указывает, что каждый ресурс должен иметь какой-то уникальный адрес и должен быть доступен через этот общий интерфейс. Один из наиболее ярких представителей данного ограничения является HTTP протокол. Стандартный интерфейс в виде HTTP методов. А ссылки, которые мы обычно можем видеть в строке браузера, где мы вводим, чтобы найти какой-нибудь сайт, являются собой ничем иным, как уникальным адресом. И еще два ограничения, о которых стоило бы упомянуть. Это система должна иметь возможность кэшеромости, то есть должна быть возможность сохранения некоторых данных. Пример Куки. И система может иметь, а может не иметь, многослойность, возможность многослойности. То есть, например, сервер может иметь множество слоев для возможности ответа. Это позволяет увеличить производительность, улучшить безопасность. Вот основные пять ограничений, которые позволяют построить REST-систему. Как это может выглядеть на практике? Вот, к примеру, есть сайт. Упс, не тот. Давайте я сейчас открою. Вот есть сайт, который предоставляет, по сути дела, REST-службу. Ой, REST-сервис. Мы делаем запрос, используя HTTP-методы по универсальному адресу. И мы получаем одну и ту же картинку. Или вот другой. Здесь у нас сайт, который предоставляет возможность посмотреть погоду. Здесь описание, как им пользоваться. Но, к примеру, давайте, вот смотрите. Вот мы делаем запрос на Лондон. И там у нас, смотрите, отдавалась картинка, а здесь нам отдается JSON. Один из наиболее популярных форматов. То есть, снова мы делаем HTTP-запрос, GET, и получаем какой-то ответ. В данном случае это JSON-формат. И в наше время, собственно, сайты так и работают. Обмениваются какими-то данными между друг другом. Тут что еще можно сказать? Например, вот О, SPA. Вот здесь одностраничные приложения. То есть, о, какая идея. Вы загружаете всю страничку, весь, скажем так, сайт, сразу себе на компьютер. А потом, с помощью специального кода, эта страничка делает запросы, обращается к сервису. И обычно эти сервисы построены, как вы уже догадались, именно по принципу REST. То есть, они получают вот это одностраничное приложение, одностраничный сайт, получают в ответ обычно какой-нибудь JSON, и потом его отображают у себя у вас конкретно на компьютере. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, данное видео вам немного помогло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...